Деловой центр или зеленая зона? Как будет выглядеть набережная Тухачевского сегодня решали в Горсовете. Заседания депутатов спровоцировали сами жители. Они обратились к чиновникам с просьбой предотвратить масштабное строительство практически у стен их домов. Дело в том, что территория у РТШ частично отдана в аренду собственность организациям, то есть распоряжаться землей они могут на свое усмотрение. Для людей это означает, что по соседству могут появиться офисы развлекательные, заведения, магазины. В общем, все то, что явно не даст им спокойно жить. Сбудутся ли опасения людей, выясняли Светлана Урванцева и Андрей Кузьмин. От этой девятиэтажки до будущего офисного здания всего несколько метров, поэтому жители первых этажей уже смотрят в окна не на реку, а на стройку. Одна из жителей, которым не повезло, Марина Печеницына. Все окна ее квартиры выходят на набережную. А это в свете планов застройки скорее минус, нежели плюс. Если здесь будет стоять здание, мы будем идти под земелья. Строительную площадку практически у самого дома отгородили несколько лет назад. Участок с видом на реку в собственности у строительной организации, которая открыла здесь свой офис. Владельцы не скрывают, они планируют расширяться. Рядом с офисом уже появился цоколь будущего здания. Сколько оно будет этажей? Это больше всего сейчас волнует жителей. Четыре этажа и цокольный этаж. У нас же есть документ разрешения на строительство и экспертиза проекта, там же все прописано. Поэтому один офис здесь точно появится. С этим люди уже смирились. А вот с тем, что на огороженной территории оказались деревья, которые они высаживали, нет. Строители спилили 40-летние сосны. Вместо них высадили на набережной ряд черемухи. Замена несопоставима, говорят те, кто возводил палисадник. Мы же уже лично никогда до этого не доживем, чтобы вот это было у нас. Мы уже не доживем. И почему? Люди, которые сами посадили за свой счет, это никто не садил. Саженцы покупали, а сосна стоит телебезны сколько, даже в то время. Юрий Власов живет в девятиэтажке рядом. За его домом по-осеннему зелено-желтая зона. Не стать он может в один момент, как и детской площадке. Эта земля находится в аренде у той же организации. Если она решит начать здесь строительство, то запретить его никто не сможет. И таких участков, на которые жители уже скоро могут не пустить, на набережной Тухачевского шесть. Вот на этих озелененных участках планируется деловая застройка. Строительство офисных зданий до четырех этажей для размещения организаций непосредственно обслуживания населения. То есть это бани, парикмахерские, химчистки, домоуправления и так далее. Три четырехэтажных здания вот для этих организаций. Они по сути микрорайону нашему не нужны, потому что у нас это все есть. Выводы горожане сделали, увидев схему расположения земельных участков. Изучили ее и депутаты горсовета. С комиссией они уже были на месте и сегодня озвучили свои предложения. Мы рекомендуем и прокуратуре, и администрации города, то есть прежде всего провести анализ правовых документов. Повторяюсь, это провести анализ тех договоров аренды, которые существуют. Если договор аренды уже заканчивается, срок аренды, то не продлять данный договор аренды рекомендуем. Если есть основания правовые, основания для расторжения договоров аренды, то соответственно воспользоваться этим правом. Сроки аренды у шести участков разные, так что жителям остается надеяться, что они небольшие. И строители просто не успеют изменить вид набережной Тухачевского кардинально.